Продолжение следует... 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 Так и либеральных сил, которые требовали созыва законодательного некоего органа. И вот это важно понимать, что это именно то, что в советской литературе было принято называть буржуазная революция. То есть революция, в которой определенные обеспеченные социальные группы, образованные группы населения выдвигают свои определенные требования. А все остальные использовались в качестве такой вот действительно просто массы, которая выступала. Их же задачей было продавить свое. И как только они смогли своего добиться, революция постепенно-постепенно, но стала идти на спад. И вот большое число событий. В февраль министру внутренних дел дается поручение разработать проект законосовещательной думы. К августу он его разрабатывает, но этот проект уже никого не устраивает. Параллельно происходит еще большое число событий, про совет рабочих и полномоченных говорил. Восстание на броненосца Потемкина. Я надеюсь, что многие из вас смотрели фильм «Броненосец Потемкина и Зинштейна. Прекрасное кино». Понятно, что это художественный образ, но это очень интересный и правильный во многом художественный образ, когда матросы возмутились тем, что их накормили червивым мясом. И после этого стали выступать уже с дополнительными требованиями и убили команду. Наконец, развитие эсеровских идей создания Всероссийского крестьянского союза. Про эсеров, социалистов-революционеров мы в прошлый раз с вами уже говорили. И, наконец, 7-25 октября Всероссийская октябрьская политическая стачка. Когда никто не работал, начиная с железнодорожников, и выступали с политическими требованиями. И вот во время этой стачки как раз был принят манифест 17 октября, манифест об усовершенствовании государственного порядка, согласно которому уже давались дополнительные права. И говорилось о том, что и законосовещательная дума станет законодательной, и к участию в выборах будут привлечены более широкие массы населения. И появилась четвертая куря, рабочая куря. И, наконец, обещались основные гражданские права и свободы. И, кстати, действительно скоро появится и свобода слова, печати, собраний. Революцию эта не закончила. Революция формально закончится только 3 июня 1907 года. На протяжении 1905 года еще будут очень яркие события. Восстание на крейсере Очаков, известного лейтенанта Шмидта, кстати, в этом восстании будет участвовать. Некий броненосец, святой Пантелеймон, это тот самый броненосец Потемкин переименованный. И 7-20 декабря вооруженное восстание в Москве. Вот почему так получилось? Вот из маленькой искры разгорелось пламя. Трудно говорить об этом и трудно обсуждать эти вопросы по одной причине. Ведь, собственно, с революцией можно бороться двумя способами. Либо жесткий репрессивный путь, и никаких здесь либеральных веяний нельзя допускать. То есть, да, это путь, когда мы забываем слово гуманизм полностью, но многие революции совершенно спокойно таким образом подавлялись. И второй вариант, это идти на уступки толпе, выполнять те требования. В советской литературе будут писать, что манифест 17 октября народ вырвал у царизма, напугал его, добился своего. Но так, чтобы сохранять при этом достоинство. Кстати, власть смогла сохранить в полной мере свое достоинство в этих условиях. Но Николай II долго не шел на вот эти уступки. Николай II, к сожалению, долго не решал, какой из вариантов ему выбрать, по сути дела. И, наверное, поэтому революции в том числе так сильно и вот эти революционные события так сильно затянулись. Вы видите те партии, которые появляются, те партии, которые существуют. Теперь социалисты уже легализуются. Те, кто против Государственной Думы, опора престола, это черносотенцы. Это правые партии, монархические. Появляются и центристы в лице октябристов. Они так называются как раз потому, что их партия образовалась как поддержка Союза 17 октября. Лидер Гучков и политический идеал Конституционной монархии. Об этом кратко уже в прошлый раз говорил. И Конституционные демократы. Это как раз возникают эти две партии из тех либеральных организаций, которые существовали еще до революции. Союз демцов-конституционалистов и Союз освобождения. Хочу заострить ваше внимание еще раз на этой схемке. Она, кстати, корректная, но обратите внимание здесь на конституционных демократов. Они здесь указаны центристами, скорее они, конечно, с тем же успехом могут быть указаны левыми. По большому счету октябристов мы можем назвать центристами. А конституционные демократы в 1905 году, подчеркиваю, именно в 1905 году, они скорее примыкают к левым партиям. То есть к радикальным партиям с очень жесткой системой требований. Требований прав и свобод. И, конечно, в условиях революции, вот вы видите представителей партии Черносотенцы, Союз русского народа, лидер доктор Дубровин и отколовшийся от них и образовавший свою партию Союз Михаила Архангела Пуришкевич. И, наконец, вот если мы возвращаемся к Государственной Думе, то у нас партия кадетов первые выборы выигрывает. Второе место занимает трудовая группа, трудовики, как их называли. Большое число вопросов обсуждалось в ходе заседания Государственной Думы. В первую очередь обсуждался вопрос о земле. И кадеты, и трудовики предлагали свои проекты по наделению крестьян землей и решению вопросов малоземелья. В той или иной степени. Но оба проекта, естественно, были радикальны и, естественно, правительство принять их не могло. При этом был полностью парализован весь рабочий процесс. Партии не слышали власть, власть не слышала партию. В прошлый раз я уже упоминал, но надо помнить об этом. Это действительно очень важные факторы. Дума в итоге проработает 72 дня, будет распущена. И когда она будет распущена, то в июне 1906 года соберется ряд депутатов в Выборге, подпишут выборгское воззвание против такого беспредела, который сотворила власть. Распустив Государственную Думу. Но власть-то поступила логично в этих условиях. Работать было невозможно, люди не слышали друг друга. Те вопросы, которые поднимали члены Государственной Думы, ну они не то, что не имели права, они могли их, конечно, поднимать. Хотя инициатива всегда должна была исходить согласно основным государственным законам в рассмотрении законопроектов именно от правительства. Но, извините, они в такой форме поднимали, к которым не могло ничего быть принято. Проще было тогда сразу же отречься от престола Николая Второму, провозгласить Россию республикой и двигаться дальше. Потому что иначе удовлетворить чаяние думцев Первой и Второй Государственной Думы было невозможно. Вторая Дума просуществовала ненамного дольше. 103 дня или 102 дня кадеты чуть-чуть потеряли свои места, трудовики приобрели. Ну вот, также вы видите, что эсеры и РСДРП уже представлены в этой Государственной Думе. Как раз под формальным предлогом, что социал-демократы и эсдеки мутят воду и призывают народ к мятежу, и готовят заговор, и была распущена Государственная Дума. Кстати, некоторые кадеты, в частности Павел Николаевич Милюков, для того, чтобы сохранить Государственную Думу, хотели пойти на соглашение с правительством и проголосовать за исключение депутатов. Но большинство депутатов выступило против этого. И, наконец, когда распустили Вторую Государственную Думу, встал вопрос в момент распуска, ну, понятно, что когда готовили еще распуск, поднимали этот вопрос, а как жить дальше вот в этих условиях, когда предлагаются проекты, которые реализовать нельзя. Проекты, когда предлагают либо вообще забрать землю у дворян, либо забрать ее за маленькую компенсацию и раздать в той или иной форме крестьян. Например, амнистировать политических заключенных, среди которых большое количество террористов. И не будем забывать, что те же самые СДК и СССР, это партии, которые использовали террористическими. Ну, вот, непонятно. Ну, между тем, желание-то, думцы высказывали такие требования. Необходимо менять ситуацию. И был разработан новый избирательный закон. Это было, конечно, грубым нарушением основных государственных законов, которые были приняты 23 апреля 1906 года. Я уже отмечал, что ни один закон не мог быть принят без одобрения Государственной Думы. Закон мог быть принят без ее одобрения только в условиях, когда Думы не было. Перерыв в сессиях, готовятся новые выборы, предыдущая прекратила свое функционирование. Вот в этих условиях можно было. Но этот закон не должен был касаться избирательных прав. Так вот, 3-й июньский переворот, 3-го июня 1907 года подписывается указ о распуске Думы и принимается новый избирательный закон, по которому и будут избирать новую Думу как раз. Третью Государственную Думу. Причем, когда Николаю Второму принесли несколько вариантов, и принесли самый радикальный вариант, сказав, что, ну вот, несколько вариантов, вот это совсем бесстыжие. Он сказал, я за бесстыжую. Вот получили такую бесстыжую Государственную Думу. Но с этой Государственной Думой уже работать было можно. Большинство мест в ней получила партия октябристов. Эта Дума проработает весь свой срок. И в это время, практически все время, пока будет работать эта Дума, председателем Совета Министров будет Петр Аркадьевич Столыпин, о котором я уже в прошлый раз упоминал. Здесь представлена аграрная реформа, но мы начнем не с нее. Он пришел к власти в 1906 году, был назначен сначала министром внутренних дел, затем председателем Совета Министров. Занимал очень внятную, четкую позицию. Есть умеренная часть общества, с которой надо договариваться. Есть радикальная часть общества, с которой договориться невозможно. Человек был потрясающей работоспособности, человек очень харизматичный. Вот это та фигура, с которой власть угадала, конечно. Он до этого был саратовским генерал-губернатором. Саратов был очень непростой губернием, аграрный губерник, кстати, с большим количеством эсеров. Таким образом, Столыпин знал и как решать вопросы, связанные с крестьянством, и имел опыт работы в этой сфере. И в то же время он знал опыт борьбы с революционным террором, скажем так. И в августе 1906 года происходит страшное событие. Была взорвана дача Столыпина на Аптекарском острове. Никто из его родственников не погиб, но его дети были ранены, причем некоторые серьезно были ранены. Его семья пострадала. Вот мне интересно, как бы кто-нибудь другой на это отреагировал. Отреагировали просто. Были введены военно-полевые суды. Судопроизводство проходит в течение трех дней. В тех случаях, когда вопрос виновности является очевидным, приговор об жаловании не подлежит и исполняется немедленно. Просуществовал, как вы видите, это еще период работы Второй Государственной Думы, точнее, между Первой и Второй Государственной Думой. И во Вторую Государственную Думу этот закон о военно-полевых судах даже не стали вносить. Было очевидно, что он не пройдет. Надо сказать, что, конечно, Столыпин получит прозвище Столыпинский галстук. На самом деле число жертв для условий революции меньше двух тысяч человек. Потом продолжат действовать еще военно-окружные суды. Правда, там будет не намного сложнее порядок судопроизводства. Но, опять же, показатели очень и очень невысокие. Поэтому говорить о излишней жестокости все-таки нельзя. Столыпин тщательно охранял порядок и мог не спать всю ночь для того, в воспоминаниях представлено. Потому что прошли какие-то слухи, например, о том, что какой-то корабль взбунтовался. И принимал вполне адекватные, логичные, жесткие, безусловно жесткие, но адекватные меры по нормализации обстановки в стране. В отличие от, например, Сергея Юльевича Витты, который обещал Николаю Второму, что вот мы сейчас, что он реформирует тот законопроект, который разработал Булыгин, но Дума будет очень и очень послушной. Вот посмотрели на эту послушную Думу, на две первые послушные Думы. Витты после этого окончательно ушел в тень. У него и так были непростые отношения с Николаем Вторым, но после этих событий окончательно испортились. Но Сергей Юльевич остается крупным государственным деятелем, великим государственным деятелем и автором очень интересных мемуаров, кстати, о конце 19-го, начале 20-го века. А Петр Аркадьевич предпримет еще один важный шаг. Это разработка аграрной реформы. Необходимо было решать проблему крестьянского малоземелья. В 1902-1904 годах уже работала комиссия специальная по сельскохозяйственной промышленности, которая должна была разработать проект реформы. Ну вот здесь и Столыпин уже подключился и тоже в 9 ноября 1906 года принял указ о расформировании общины. После крестьянской реформы, после отмены крепостного права, как вы знаете, крестьяне были объединены в общину. Постепенно общину так или иначе, ну разрушали, не разрушали, но делали ее менее устойчивой. А вот 9 ноября 1906 года было обеспечено право крестьянам простого выхода из общины и распределения ситуации в их сторону. Итак, в рамках общины предполагалось, какую цель преследовал Столыпин? Создать крепкий слой крестьян-собственников. Для этого была возможность создания отрубов и хуторов. Если крестьянин хотел не до конца выйти из общины, но вот свой надел отдельно выделить, он создавал отруб, то есть его изба оставалась на территории деревни, он продолжал жить в деревне, мог пасти коров, коз на общих выгонах, но его территория, его земли объединялись в один отдельный самостоятельный надел. Это отруб. Если крестьянин переносил на этот отруб еще и свой дом, это хутор. И вот тогда он лишался права уже пользоваться теми благами, которые предоставляла община. Выгон, речка, все, что принадлежит общине. Ну, разве что, если договориться с общиной. Вот таким образом предполагалось создать крепкий слой крестьян-собственников. Закон рассчитан был, наверное, лет на 20. Столыпин говорил о том, что дайте мне 20, дайте России 20 лет спокойствия и мира, и вы ее не узнаете. У него много было подобных фраз, и в том числе в адрес думцев, например, он единственный, кто не боялся выступать в Государственной Думе из министров, обладал прекрасными ораторскими свойствами и говорил, вам нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия. Вот, Петр Аркадьевич как раз занимался очень активно этими крестьянскими вопросами, и в 10-11 годах даже были приняты законы о форсированном выходе из общины. Так вот, всего выйдет порядка четверти крестьянских хозяйств. Но у России не оказалось вот этих вот 20 лет спокойствия и мира. Мы не можем говорить о том, забуксовала реформа или не забуксовала, удачная она была, неудачная. А просто в реальных условиях того времени ее не смогли реализовать до конца. Логично, что в условиях Первой мировой войны меньшее число граждан выходило из общины. И как раз второй момент – это массовое переселение в Сибирь. Были организованы, опять же, так называемые Столыпинские вагоны, выделялись деньги, причем деньги очень немаленькие государства выделяло, для того, чтобы крестьяне, которые захотят поселиться в Сибири, имели такую возможность. Земли много, она никому не принадлежит. Прекрасный вариант решения земельного проблемы крестьянского малоземелья. Учитывайте, делалось все не наобум, не просто так, они хотят в Сибирь, давайте их погрузим и куда-нибудь отправим. Нет, продумано было все очень четко. Сначала отправлялись люди на исследование территории, затем искали, причем территорию, искали регионы с близким климатом к тому, в которых люди жили. Понятно, что идеальной картины достичь невозможно в условиях Сибири, но, по крайней мере, пытались так сделать. И затем они переселялись в Сибирь. Часть из них вернулась, там были свои сложности в отношениях с местным населением, некоторые попадали в зависимость от старожилов, но это был путь, по которому многие прошли, и наш Дальний Восток стал в это время активно прирастать людьми, и до этого, конечно, край был в гораздо более запустелом состоянии. Надо сказать, что Сибирь и Дальний Восток в начале 20 века явление по-прежнему мало включенное в Российскую империю, к сожалению, о чем я в прошлый раз тоже упоминал. Возвращаясь к основной части крестьянской реформы, стоит отметить вот что. К сожалению, в полной мере создать слой крепких крестьян-собственников не удалось. Многие из зажиточных крестьян предпочитали оставаться в общине, держать общину в кулаке, контролировать ее, за бесценок нанимать людей из общины, чтобы те обрабатывали их на дело, чтобы вся община работала на них, на этих зажиточных людей. Они выходили, но далеко не все. Частично, в большей степени выходили даже середники, у которых появлялись дополнительные возможности для развития. И, кроме того, выходили многие из тех, кто при следующем переделе Земли, раз в 12 лет должен был проходить передел Земли, перераспределяться внутри общины Земля. Те, кто при следующем переделе Земли, бы ее, скорее всего, не получил. Вдовы, например, инвалиды, те, кто не способен был обрабатывать землю. Вот они ее выделяли в хутор, продавали и уезжали жить в город. Ну и там уже как-то справлялись с ситуацией. Но важно понимать, что власть-то рассчитывала все-таки на то, что другие будут, все-таки, более зажиточные слои будут выходить из общины. Иногда, конечно, и полицейские меры использовались, и насильственные людей уже после 10-го года. Такие ситуации были, но это, опять же, единичные случаи. Были у Столыпина и многие другие интересные идеи. Но, к сожалению, реализовать, ну вот вы видите итоги реформы. 25-26% вышло из общины всего. Помещение земля оказалось не тронута, ну а с другой стороны, как ее тронешь. Так вот, были у Петра Аркадьевича и другие идеи, в частности, о создании земств в западных губерниях Российской империи. И причем там очень интересная была идея, поскольку земство-то все равно это сословный принцип формирования, курриальная система, то здесь хотели отказаться от этой сословной системы, потому что основная масса дворян – это кто? Правильно, это инородцы, это поляки, немцы. И хотели перераспределить в пользу крестьянского населения, которое в подавляющей массе было русским. Или было склонно к сотрудничеству с русским. Но, к сожалению, реализовать это не удалось. Петр Аркадьевич Столыпин был убит в 1911 году. 1 сентября на него было совершено покушение, когда он был в Киеве, куда приехал на открытие памятника Александру II. У него к тому моменту были очень непростые отношения с Николаем II, он уже такой полуотставки себя чувствовал. И во время спектакля к нему подошел Багров и застрелил его. Он умер через несколько дней, 5 сентября. Вопрос, кто стоял за Багровым, до сих пор остается открытым. Вообще он был двойным агентом, он был и сотрудником царской охранки, и СССР. И некоторые говорят, что, ну, некоторые силы в окружении Николая II были склонны к организации такого рода мероприятий. Никаких комментариев здесь давать не могу. Мы имеем только определенный набор фактов. Это и нерасторопность киевского охранного отделения, и то, что Багрова никто не проконтролировал, и то, что, с другой стороны, он все равно оставался членом партии СССР, а за кого были многие двойные агенты до конца, до сих пор непонятно. Потому что многие числились в охранке, считались агентами охранки, но в реальности своих обязанностей нельзя сказать, чтобы они их исполнили. Итак, ну, вот жизнь действительно крупного государственного деятеля оборвалась, и проблема в том, что во многом тогда и тот спектр, из которого Николай II мог выбирать людей, людей достойных оказалось, волевых, способных к принятию каких-то решений серьезных, оказалось немного, если они вообще были. И внешняя политика, и теперь обратимся к внешней политике. К этому моменту уже Россия склонялась к союзу с Францией и Англией, о чем коллега вам рассказывал. И поплыла попытка встречи Николая II с Вильгельмом II в Бьорке на отдыхе, они подписали соглашение о взаимной помощи. Ну, когда министр иностранных дел, министр иностранных дел России это увидел, он был возмущен и говорил о том, что, ну, это полностью разрушает наши договоренности с Францией. В итоге эти договоры при ратификации были изменены, этот договор был изменен так, что никакой реальной силы он не имел. И в 1907 году мы можем говорить о завершении формирования Антанты. Итак, с Англией удалось договориться по трем ключевым территориям. Персия, Афганистан, Тибет. В Персии мы делим территорию, север Персии, это наши земли, север Ирана. По исследованиям, все-таки, сегодня корректно говорить про начало XX века, это Иран. Север Ирана – это территория, которая контролируется Россией. Юг Ирана – Англия, а вот центральная часть Ирана – это нейтральная территория. И, кроме того, Афганистан относится к сфере влияния Англии, но англичане обязуются ни в коей мере не проникать в Среднюю Азию и не пытаться там оказывать свое влияние и давление. И Тибет – это нейтральная территория с точки зрения Англии и России, потому что Тибет принадлежит Китае, Китай находится в его юрисдикции, и все вопросы по Тибету должны решаться через китайское правительство. Все, Антанта сформировалась – Россия, Франция и Англия. Против них Германия, Австро-Венгрия и, как казалось бы, Италия. С Австро-Венгрией мы тоже пытались все-таки как-то взаимодействовать. 1908 год – крайне неудачно. Боснийский кризис. Извольский министр иностранных дел встретился с министром иностранных дел Австро-Венгрии Эренталем в замке Бухлау и достигли устного соглашения о том, что Россия не будет препятствовать аннексию Боснии и Герцеговины. В ответ Австро-Венгрия поддержит Россию в вопросе об открытии Черноморских проливов. Пока Извольский поехал по Европе договариваться с другими государствами, Австро-Венгрия аннексировала Боснию и Герцеговину. Остальные державы России не поддержали в вопросе открытия проливов. И в результате Россия оказалась в каком-то смысле в дураках в этой ситуации. Извольский скажет по этому поводу, что это его дипломатическая отсусима и Николай II с ним согласится. В 1912-1913 годы на Балканах начинает полыхать пожар, проходят две балканские войны, подробно на них останавливаться не буду. Сначала все балканские державы воевали с Турцией, потом все балканские государства вместе с Турцией, кстати, воевали с Болгарией, которая захотела слишком много себе прав. И следующий сюжет, который для нас с вами важен, Россия подходит к Первой мировой войне. Россия готовилась к войне. Были и сухопутная программа, и морская программа. Ни одна из этих программ завершена не была, но нельзя говорить о том, что Россия не понимала опасности войны, то, что война готовится, нельзя. Что для нас с вами здесь важно? Я не буду подробно останавливаться на событиях войны. Я уверен, что из общего курса истории, в общем курсе истории, вам об этом рассказывали, и рассказывали достаточно подробно, в том числе и в силу того, что просто мы говорим о том регионе, который был активно задействован в Первой мировой войне. Началось все с поводом к войне стало убийство эрцгерцога австрийского престола Франца Фердинанда, Гаврилой Принципом. Австрия объявляет войну России, Австрия объявляет войну Сербии. Россия требует остановить мобилизацию, сама начинает мобилизацию. Германия требует от России остановить мобилизацию. Николай II говорит о вводе частичной мобилизации. Потом мобилизацию снова делают полноценной, продолжают. Германия объявляет войну России в ответ. А Франция объявляет войну Германии. То есть вот-вот-вот весь клубок сложился. Для нас с вами, повторюсь, уверен, что о событиях Первой мировой войны вы хорошо знаете. О событиях 2014 года, о событиях крайне неудачного для России 2015 года, более удачного 2016 года. Нам с вами сейчас важнее общественное мнение, которое было. На первом этапе в России был огромный патриотический подъем. Мы говорили о противостоянии двух глобальных цивилизаций, о необходимости защитить сербов. Мобилизационные пункты превысили явку, ожидаемо ожидали недоборов, в 20 получили перебор. Все было прекрасно. В Государственной Думе Милюко выступил, сказал, что необходимо отказаться от тех противоречий, которые у нас сейчас с правительством есть. Кстати, Столыпин очень грамотно в Думе действовал. Когда Третья Государственная Дума появилась, он сформировал Октябрьский центр. Консервативные законы проводил благодаря содружеству октябристов и правых партий черносотенцев. А такие либеральные законы, какие-то реформаторского толка проводил благодаря содействию кадетов. То есть октябристы плюс кадеты. Таким образом обеспечивалось полноценное большинство в Государственной Думе при любом раскладе. Вот это, думаю, хорошо работало. Так вот, Милюко выступил, сказал, что необходимо отказаться от тех противоречий, которые есть. Большинство партий в России выступили, что необходимо воевать до победного конца. Отдельные левые партии, я имею в виду меньшевиков, эсеров, заявили о... выдвинули лозунг «Мир без аннексии и контрибуции». То есть о том, что они против, они за победу России, но Россия не должна претендовать, или вообще европейские государства не должны претендовать на какие-то вот дополнительные привилегии в виде территорий. У России, конечно, была цель в этой войне, это открытие пролива Босфора и Дарданелла, получение к ним доступа. Единственная страна, наверное, с позиции которой это была действительно защитная и освободительная война, это Сербия как раз. И, наконец, вот большевики были единственной партией в России, которая высказалась за поражение правительства в войне. И большевики как раз взяли лозунг о том, чтобы превратить империалистическую войну в гражданскую. Владимир Ильич Ленин уже тогда, видимо, о чем-то задумывался, уже тогда, видимо, что-то знал, что будет. Происходит определенная перестройка управленческих структур, вы видите стандартный набор, но появляется дополнительный фактор, так называемые особые совещания, которые должны были решать как раз вопросы с обороной, топливом, перевозками, то есть такие оперативные органы управления. Я не случайно здесь нарисовал еще два кружочка. Вот что происходит постепенно, а происходит это в 1915 году. Патриотический подъем на фоне неудач на фронте, самоубийства Самсонова, например, многих других событий, сменяется таким вот, сменяется депрессией. И уже не так велика поддержка населения, не так велика поддержка правительства и, в общем-то, со стороны культурных деятелей. Да, конечно, был и ряд патриотических произведений, но далеко не все они носили такой характер, и многие из них начинали носить уже такой налет трагизма определенный. Кстати, единственный из поэтов, кто принял участие в Первой мировой войне русских поэтов, один из редких, это Николай Степанович Гумилев, который воевал, несмотря на то, что у него был белый билет. И, кстати, еще Саша Черный принял участие тоже. Он был медбратом. Гумилев потом оставит очень интересные и стихи, цикл стихов о Первой мировой войне и на записке кавалериста. То есть, действительно, у Николая Степановича был как раз такой патриотический мотив в стихах, но далеко не у всех это прослеживалось. Так вот, начинает спадать вот это позитивное ощущение в том плане, что мы должны победить, что мы победим, и сменяется некая форма депрессии. На этом фоне начинают возникать различные общественные организации, или некие деятели начинают искать себе выгоды. После начала Первой мировой войны появляются такие организации, как Всероссийский земский союз и Всероссийский городской союз. Вот они объединяются в земгор, Всероссийский земский и Городской союзе. Председателем земского союза был князь Львов. Я не случайно выделил его на этом слайде. Он нам еще понадобится. И затем мы можем отметить Центральный военно-промышленный комитет. Сначала появляются военно-промышленные комитеты региональные, и затем они объединяются в ЦВПК. Центральный военно-промышленный комитет под председателем с том, упомянутого не раз Гучкова. Итак, земгор. Они занимались распределением заказов. Заказы распределяли из рук вон плохо. Очень много денег было украдено. При этом они создавали очень неплохие, например, санитарные отделения. И на этом играли, и это здорово, хорошо, но они на этом играли против тех санотделений, которые существовали у власти. В одних были все в белом, все стерильно, все замечательно, и в других стандартный полевой господи. Тяжелые условия. Конечно же, казалось, что вот смотрите, передайте дело в руки общественных деятелей, и все будет прекрасно. В реальности понятно, что заниматься организацией всей вот этой махины, как война, и заниматься маленьким сюжетиком, это совершенно разные вещи. Военно-промышленные комитеты. Один пример просто приведу. На ящиках было написано со снарядами, патронов не жалеть, ЦВПК. Кажется, что здорово. Видите, вот отдайте дело, опять же, перераспределите заказы в частные руки и смотрите, что будет. Один вопрос. Ящики действительно ЦВПК разработали. Снаряды, которые в них лежали, были на казенных заводах сделаны, не более 5% заказов поступило в ЦВПК, а 2% заказов выполнено. Комментарии излишни. При этом шуму эти две организации создавали массу. Наконец, еще один, здесь вы видите схемы боевых действий. Если надо, будут отдельные примеры техники. И, наконец, вот 1915 год начинается действительно тенденция к кризису власти. Год снарядного голода, год очень неудачный в военном отношении, в отличие от 16-го, когда, например, был брусиловский прорыв и действительно яркое событие, когда удалось погнать австрийцев. Но власть начинает лихорадить, начинается министерская чехарда. Государственная Дума отказывается от своих слов о поддержке правительства и появляется прогрессивный блок, был даже сделан перерыв в деятельности Думы, который прогрессивный блок объединил деятелей, которые требовали. Дума не нашла лучшего времени, да. Вы правильно поняли ситуацию, чем потребовать от власти, чтобы было создано правительство ответственное перед Государственной Думой или хотя бы правительство доверия, составленное из общественных деятелей. Ну вот в условиях войны как раз то, что нам нужно. Был сделан перерыв в деятельности Думы, но когда перерыв закончился, 1 ноября 1916 года, Павел Николаевич Милюков, наш любимый, выступает с речью глупости Лизмена, в которой говорится о том, что есть некие околоправительственные силы, которые способствуют поражению России. И вот то, что творят, например, там министр иностранных дел, министр военный Сухомлинов, Штюрмер, не так важно, что это глупости или измены, важно, что вот такие вещи совершенно неудобоваримые происходят. Конечно же, эта речь разошлась очень широко и была крайне популярна. Интересно, где был, помнил ли Милюков в этот момент свои выступления в 2014 году, говоря о поддержке правительства. Наконец, в декабре 1916 года состоялось убийство, кстати, при участии правых, и оно было организовано при участии, например, семьи Юсуповых, Куришкевича, убийства Григория Распутина. Старца, который попал в семью Николая II в районе 1905 года, чуть раньше, чуть позже, и якобы мог заговаривать кровь у наследника. Мог, не мог, это вопрос спорный, трудно на него ответить. Но была точка зрения, что Распутин оказывает большое влияние на государственные дела, что Распутин оказывает влияние на супругу Николая II Александру Федорову, но она давит на мужа. Но я говорю, доказательств этого у нас нет, но Распутин считался демонической совершенно фигурой, ему приписывали все возможные грехи, состоялось его убийство. Николай II в этот момент уже был верховным главнокомандующим, находился в Ставке. Сделано это было, опять же, в какой-то степени логично, потому что Николай II хотел свои фигуры объединить и фронт, и тыл, потому что в условиях Первой мировой войны создалась ситуация, когда два правительства, два сумасшедших, есть власть военных, есть власть тыловая. И они договориться между собой зачастую не могут. Например, в вопросах беженцев и принятия беженцев. То есть военные говорят, что населению надо уходить с этой территории, население бежит в тыл, а там их никто не ждет. Наконец, разрушены были экономические связи, но при этом в России не переходили к принудительным поставкам продовольствия. Первые попытки организовать какое-то подобие продразвертки, то есть организовать именно по нормативам снабжения городов, а не по капиталистическому принципу, когда башь на башь идет. Вот только в конце 2016 года стали к этому подходить. Ну и наконец, действительно, неудачи на фронте, все это приводило к частой смене министров. В какой-то момент, кстати, Николай II попробовал пойти на уступке членам Государственной Думы, один из членов Государственной Думы, Протопопов, стал министром внутренних дел. А после этого вдруг вскрылось, что Протопопов очень неплохо знаком с Распутиным. Естественно, теперь Протопопов был самым ненавидимым министром внутренних дел в Российской империи. В общем-то, в условиях войны, вот насколько был блистательным 1913 год, Советский Союз долго и упорно, мучительно потом догонял показатели 1913 года, которые были. Вот настолько в условиях войны обострились многие вопросы. Противоречия власти и общества. Я специально вывел на эту схему. Власти и общества. Дворянство и крестьянство. Крестьянство, опять же, крестьянство и города, мы здесь можем с тем же успехом написать, что крестьянам невыгодно оказалось поставлять продовольствие в город, и они не хотели этого. Зачем, если им заплатить толком? Не могут, и они не могут купить те товары в городе, которые им нужны. А противоречия между буржуазией и пролетариатом, между дворянством и буржуазией, конечно же, обострились. Между буржуазией и властью, по крайней мере, буржуазией в лице Центрального военно-промышленного комитета. Потому что понятно, что и Земгор, и ЦВПК претендовали на то, чтобы им дали определенную политическую власть в обмен на то, благое, что они делают. Ну, благого делали мало, а власти хотели много. Как это обычно вводят. Наконец, я уже сказал, фронт, тыл, два правительства, два сумасшедших. Была эта проблема, когда был главнокомандующим Николай Николаевич, стал Николай Второй. Лучше от этого, к сожалению, не стало, потому что теперь с Николаем Вторым стали связывать неудачи на фронте. Он-то в них, по большому счету, не виноват, он все-таки не военный. Но теперь они ассоциировались с ним, это было проблемой. Офицеры и солдаты, конечно же, в условиях войны, особенно неудачной войны, понятно, что это противоречие обостряется, они всегда враги. Ну, в таком гипертрофированном виде всегда есть некая форма противостояния, потому что одни заставляют других что-то делать, идти умирать. Но тут в условиях неудач на фронте, конечно же, это обостряется. Плюс с конца 16-го года, с 16-го года появляются братания на фронте, когда солдаты просто отказываются идти на фронт противоборствующих армий. Наконец, русские и инородцы, эта проблема тоже очень сильно обострилась, особенно в условиях войны, особенно в условиях того, что на западных территориях Россия воевала. Министерство и Государственная Дума примеры уже приводил. Имеет место действительно кризис власти. Имеет место системный кризис во многом, вызванный Первой мировой войной. Вот понятно, что нужно было решать рабочий вопрос, аграрный вопрос, национальный вопрос, многие другие вопросы. Но война озлобила людей. Война выявила эти, сделала эти проблемы в десятки раз сильнее. Подняла новые сложности. Люди получили в руки оружие. Кстати, вот к вопросу о пролетариате. Многие представители кадровых рабочих ушли на фронт. На место этих людей пришли на заводы-дворники, которые не умели работать так, как умели работать представители пролетариата, представители кадровых рабочих, которые были недовольны теми объемами, в которых их заставляют работать. То есть падает качество продукции, и при этом появляются дополнительные противоречия в рамках этой системы завод-рабочий. А здесь ничего нельзя было сделать, потому что, естественно, мужское население в условиях войны уходит на фронт. Их место занимают либо женщины и дети, как было, например, в Великую Отечественную войну, либо занимают вот... Ну, кстати, в Первую мировую тоже многие пошли работать. Тут тоже этот момент был, ни в коей мере нельзя его отрицать. Но решали и за счет вот этой вот прослойки. Неудачно. Неудачно решали. Потому что действительно появились только дополнительные проблемы. И Путиловский завод даже был закрыт, потому что там начались забастовки. Мы с вами обращаемся к 1917 году. Мы добрались с вами до Великой русской революции. Не удивляйтесь этому термину, она характеризует все события 1917 года. Это официально принятый и утвержденный термин, которым сегодня пользуются историки. Потому что раньше в советское время, до, наверное, 2017-го мы говорили о двух революциях, февраль и октябрь, февральской и октябрьской. Сейчас мы говорим о едином революционном процессе. И вот вы видите на слайде, какое количество событий за один год произошло. Это основные события. Это я еще по мелочам не писал, а по мелочам-то тут масса всего, естественно. В 10-х числа февраля начинаются массовые забастовки на Путиловском заводе, на других заводах. При этом еще один момент, вопросы поставок продовольствия в город. Хлеба-то хватало. Вопрос с распределением, вопрос с выдачей населения. Вот кто здесь что делал? При этом некоторые деятели предсказывали то, что революция начнется не в кабинетах, она начнется в голодных очередях в Петрограде. Петербург был в 14-м году переименован в Петроград, естественно, потому что Петербург – это немецкое название, мы с немцами немножко воюем. Так, вопрос. И проблемы с транспортной системой, проблемы с распределением, с необходимостью, с желанием сохранить запасы какие-то. Хлеб был, но его не выдавали в должном количестве. 23 февраля по старому стилю, по новому стилю, это 8 марта. Праздничные, торжественные, одетые женщины в очередях, хлеба нет. Начинается возмущение, которое перерастает в революцию. Это 23 февраля стало первым днем того, что было принято называть февральской революцией. Я буду использовать этот термин как привычный, просто учтите, что сегодня все события 2017 года объединены уже. 23 февраля – первый день февральской революции. Женщины выходят с демонстрациями, их поддерживают мужчины, власть пребывает в неком кризисе, командующий Петроградским военным округом Сергей Семенович Хабалов. Ему Николай II шлет телеграмму о том, что необходимо в кратчайшие сроки как можно быстрее подавить выступление. Предпринимались попытки, выступления продолжаются. Думали, что 26 февраля в воскресенье все утихнет, но это оказалось второе кровавое воскресенье. Произошли столкновения рабочих и военных, опять большое количество рабочих было убито. Самое интересное, что на следующий день военные начинают переходить на сторону рабочих, начинают поддерживать революцию. Причем первыми переходят Волынский и Павловский полки, которые наиболее рьяно накануне стреляли по рабочим. У Хабалова нет сил для подавления революции. Он с последними защитниками власти укрылся в Адмиралтействе, ну и был арестован. 27 февраля проходит информация об образовании Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов. Сказано к 7 часам представителям рабочих собираться и солдат собираться у Таврического дворца. Они собираются и образуют Петросовет. Председателем избран меньшевик Чейдзе. Один из его заместителей это СССР Александр Федорович Керенский. Кроме того, к этому моменту уже, да, и в этот же день создается Временный комитет Государственной Думы. Николай II, понимая, что дело уже непростое, собирается возвращаться в Царское село, едет в Царское село, но в какой-то момент понимает, что дальше дороги нет, что она запружена именно революционными массами и вынужден повернуть в итоге в Псков и остановиться под Псковом на станции Дно. 1 марта Петросовет принимает приказ номер один. Они, конечно, в этом плане молодцы. Приказ-то с точки зрения Петросовета и получения поддержки великолепный. В рамках боевых действий, в рамках военной службы необходимо четко соблюдать все требования, но запрещается грубое обращение к солдатам, запрещается обращение к солдатам на «ты», запрещается вне службы, чтобы солдаты не обязаны вставать в стойку и отдавать честь, но и так далее. Да, естественно, оружие передается, находится во власти Петросовета. Я думаю, сами так. Армия так не существует, к сожалению. Армия – это жесткая субординационная система, у которой нет времени 9, 6, 7 или 3 часа ночи. К сожалению или счастью. Ну иначе армия не просто перестает собой быть. По крайней мере, в начале 20 века. И, конечно, то, что сделал Петросовет, это путь к развалу армии, создание выборных комитетов в армии и так далее. Но зато они получили реальную поддержку со стороны солдат. Вот у них появилась некая социальная опора. Второе марта. Второе марта. Николай Второй в станции находится на станции Дно. Туда устремляются... И возникает вопрос о необходимости отречения Николая Второго. Дело в том, что он советуется и с генералом Рузыским, который там находится. Отправляет телеграммы многим другим представителям. Командующим военными округами. И в этих условиях все говорят о том, что ему необходимо отречься от престола. Он долго думает над тем, как это сделать и в чью пользу. Сначала планирует отречься в пользу Алексея, но врачи ему не рекомендуют этого делать. Не рекомендуют этого делать. И в результате он думает о том, что необходимо отрекаться в пользу брата Михаила. Так вот, днем 2 марта на станцию Дно едут Гучков и Шульгин. Гучков лидер партии Октябрества, Шульгин представитель монархистов. В это время выступает в Думе Милюков на заседании Временного комитета Государственной Думы. Выступает Милюков, который говорит о том, что ну вот мы сейчас с вами, сейчас вот Шульгин и Гучков уже везут отречение Николая II сюда, в Петроград. И да, необходимо избавиться от него, но давайте сохраним династию Романовых, давайте вот чтобы у нас была конституционная монархия. Да, я понимаю, Романовы всем уже надоели. Врал, как обычно, без застенчика. Ну, они еще только туда ехали, еще отречения никакого не было получено. Отречение будет получено в итоге поздно вечером, по-моему, в 23.40, хотя могу ошибаться. Но на документе будет, по просьбе Гучкова, будет поставлена дата 15.00. Ну, чтобы соблюсти вот как раз этот политест. Единственный документ в своей жизни, который Николай II подпишет карандашом. Есть разные версии, как вообще происходил процесс подписания. Есть даже версия, что под дулом пистолета Николай II подписывал отречение. Разные есть точки зрения. Полное нарушение, конечно, законодательства Российской империи, которое не предполагало подобного рода процедуры отречения императора. Совершенно в другом ключе должно было происходить. Но тогда это, конечно, никого не волновало. Все, вот мы можем говорить, что Великая империя рухнула. Империя действительно великая. Монархическая идея была очень сильна в России. И даже в начале 20 века в том числе была сильна. Но в результате вот этих военно-революционных бурей она была смятена, к сожалению. А не будь войны, наверное, все бы повернулось иначе. Ну, Россия не до конца от них оказалась готова, несмотря на попытки подготовиться. Будь Александр III, наверное, и первая революция закончилась бы в три дня просто репрессивными действиями. Здесь, к сожалению, уже сложная была ситуация. Опять же, мы до сих пор не знаем многих, вот не то, что конспирологических сил, но вот потусторонних именно сил, которые скрытые, которые не оставляют зачастую никаких документов, но при этом достаточно активно действуют, в том числе в околовластном окружении, к сожалению. Вот это вот единение командующих округами о том, что Николаю II надо отречься. Даже Николай Николаевич, командующий Кавказским округом, сказал, что необходимо отрекаться. Удивительно. Николай II отрекся в пользу, действительно, брата Михаила. На следующий день Михаил тоже отрекся. Николай II по этому поводу запишет в своем дневнике, но теперь уже не Николай II, теперь уже Николай Романов, Николай Александрович Романов, запишет в своем дневнике, и оказывается, Миша тоже отрекся. Все это заканчивается четыреххвосткой к учредительному собранию. Не знаю, кто надумал подписать его, такую гадость. Вот четыреххвостка, это означает, что выборы будут проходить на принципах равного, всеобщие, равные, прямые, при тайном голосовании. Вот это четыреххвостка, то есть четыре принципа голосования. Революция свершилась, 2 марта. После отречения Николая II образуется временное правительство. Председателем становится как раз ранее упомянутый князь Львов, который уже был председателем, до этого был председателем Земгора. Что интересно, в это правительство войдут и Милюков, и Гучков. Милюков будет министром иностранных дел, Гучков будет военным и морским министром. Кроме того, в это правительство в качестве министра юстиции войдет Керенский. Это единственный социалист в правительстве. Пока что правительство, по большому счету, буржуазное. Кстати, Чхиидзе предлагали войти в качестве министра труда. Он отказался. Вот вошел только Александр Федорович Керенский, заместитель Чхиидзе. Почему временное? Потому что до учредительного собрания. Вопросов перед временным правительством масса. Только решать эти вопросы они не собираются, потому что они временные. Они не могут решить вопросы земли, рабочие, вопросы многие другие, без того решения, которое примет учредительное собрание. А вот от власти отказываться тоже очень не хочется, понимаете? И поэтому учредительное собрание немножко затягивается. Например, вот в мае будет готовиться здание Таврического дворца под учредительное собрание. Выборы будут запланированы на ноябрь. А что вы делаете? Спрашивается. Вот, например, 8-часовой рабочий день. Он будет введен явочным порядком самими рабочими, которые придут к предпринимателям и скажут, что они будут работать 8 часов. Правительство на этот шаг так и не пойдет. Кроме того, правительство будет постоянно находиться в системе двоевластия. Есть Петросовет, есть Временное правительство. С Петросоветом необходимо договариваться. Что у нас здесь происходит? В частности, принято решение обратиться к европейским державам объяснить свою позицию по поводу войны. То есть Россия не собирается выходить из войны, но в то же время Россия не планирует какие-то территориальные превращения получать и призывает другие государства тоже от них отказаться, прекратить вот это действие. При этом этот текст согласован с Петросоветом. Но во Временном правительстве сидят люди, которые не хотят отказываться от тех идей, которые были до этого, которые хотят продолжать войну. В результате решено вместе с официальным обращением отправить еще дополнительную ноту со стороны Милюкова, в которой говорит о том, что вы не беспокойтесь, мы будем воевать до победного конца и выполнять все наши союзнические обязательства. 18 апреля отправлены обращения Временного правительства и нота Милюкова. Нота Милюкова появляется в печати. Что после этого? После этого логичные вполне действия. Начинаются митинги, демонстрации, долой министров-капиталистов, долой Милюкова, долой Гучкова. И лозунги о прекращении войны начинаются. В результате Милюков и Гучков вынуждены уйти в отставку. И в мае, 5 мая, образуется первое коалиционное правительство. Пока что еще под председателем князя Львова. Но уже Керенский, например, становится военным и морским министром. И у социалистов уже 6 портфелей из 16. То есть 10 министров-капиталистов, как их принято было тогда называть, и 6 министров-социалистов. На этом события в апреле не заканчиваются. В начале апреля, 4 апреля, в Петроград возвращается лидер партии большевиков Владимир Ильич Ленин, который выступает со своими апрельскими тезисами, со своей краткой программой, высказывает позицию большевиков. Выступая против временного правительства, выступая за систему Советов, разветвленную систему Советов и управления через систему Советов, выступая против любых соглашательских вещей, выдвигая еще ряд крайне радикальных тезисов. Его встречают, он вступает на броневике, все прекрасно. Пока что это проходит с замеченным событием, но кажется не самым главным. Кто такие большевики? Не самая большая, далеко не самая большая партия. Меньшевики гораздо больше, СССР гораздо больше. У кадетов власть сохраняется в значительной степени. Но наступают в июне и июле еще два кризиса. Вот я назвал июльский кризис, на самом деле есть еще июньский кризис. В июне проходит Всероссийский съезд Советов. Первый Всероссийский съезд Советов. Он к кризису не имеет особого отношения, разве что планировалось провести в рамках этого съезда, во время съезда была выдвинута идея проведения антиправительственной демонстрации, антивоенной демонстрации. Причем планировали большевики, в итоге специально попытались немножко оттянуть и перенести дату митинга, для того, чтобы были лозунги уже меньшевистские и эсеровские. Но, кстати, пройдет 18 июня демонстрация как раз на марсовом поле и пройдет она под большевистскими лозунгами. Во время первого Всероссийского съезда Советов будет еще одно интересное событие. Один из депутатов, выступая, сказал о том, что в настоящее время нет партии, которая была бы готова взять всю полноту власти в свои руки, поэтому мы должны образовать коалицию, объединиться и действовать сообщать. На что в этот момент Ленин встал, прошел к трибуне и заявил, что есть такая партия. Фраза станет культовой, над ней будут и восхищаться, над ней в конце уже советской эпохи будут иронизировать, но фраза действительно очень значимая. А большевики очень четко показали свою позицию о том, что это та группа лиц, которым нет дела до условностей, которые не будут размышлять, а готовы они взять или не готовы они взять. Они возьмут и будут этим владеть. Как это уже другой вопрос. Кому не понравится, извините, не надо было пускать из этой серии. В соответствии с союзническими обязательствами параллельно проходит подготовка к началу наступления на фронте. Керенской получает прозвище «главного уговаривающего». Он ездит по фронту, блестяще выступает, он был очень хорошим оратором, люди восхищались, кричали «Ура!» «Да, да, победа!» Уезжали и переглядывались, и что дальше? Но выступал здорово. И наступление-то началось очень удачно и хорошо. Восемнадцатого июня как раз первый день наступления, и мы будем продвигаться вглубь по всей линии фронта достаточно успешно. В литературе часто написано, что в связи с неудачным наступлением в Петербурге, в Петрограде начались митинги. Знаете, вообще-то неудачное наступление и наше наступление захлебнулось как раз к моменту, когда митинги да и начались. То есть сначала митинги, а потом уже неудачи. Только по одному из фронтов прошли неудачи именно в районе 3-5 июля. А вот в середину июля мы начали отступать уже по всему фронту. Опять. И с австрийцами сложности в боевых действиях были, и уж с немцами тем более. Параллельно происходит, начинается демонстрация, так вот, начинается демонстрация, мирная демонстрация, которая переросла уже в немирную демонстрацию. Роль большевиков, она обсуждаема. В советской литературе любили говорить о том, что рабочие сами вышли и фактически заставили большевистских комиссаров на заводе возглавить выступления рабочих. Другие говорили о том, что все инспирировано, организовано было большевиками, а они стремились. Ленин говорил что-то в духе, еще не время брать власть в свои руки, но может попробовать, может стоит попробовать. И, наконец, еще один важный фактор, Керенский и его окружение согласились с принятием Украинской Рады определенных документов, которые фактически говорили о ее независимости, автономности, с чем категорически не согласились кадеты и вышли из состава правительства. Вот сразу три направления. Митинги, неудачи на фронте и уход кадетов из правительства. Демонстрация была жестко подавлена, люди были расстрельны, здесь никаких вот либеральных веяний не было. Уже 4 июля Ленин заявляет о необходимости прекратить все выступления. Очень активную роль сыграл Федор Федорович Раскольников в этих действиях, кстати, он был одним из большевиков, кто активно участвовал в этих демонстрациях. Ленин сказал, что теперь нас всех поодиночке перестреляют и вынужден был скрываться сначала в разливе, а потом уехать в Финляндию. Скрывался, впрочем, он там не один, а вместе с одним из своих соратников. Я потом о нем скажу в следующий раз, потому что тут еще дополнительные интересные факторы примешиваются. И, наконец, формируется новый состав временного правительства, которым руководит Александр Федорович Керенский. Он становится его председателем. Все можно говорить о том, что двоевластие на этом заканчивают. На фронте неудачи. Правительство, второе коалиционное правительство образовано, и теперь Совет уже взаимодействует через Керенского, который является председателем временного правительства, и поэтому двоевластия уже нет. И, наконец, одна из партий, кажется, разгромлена. Только кажется, что разгромлена. Вот не все, к сожалению, сегодня опять рассказал, что планировал. В следующий раз мы с вами продолжим разговор тогда о событиях 1917 года и поговорим про уже наступление Корнилова и выступление Корнилова, захват власти большевиками, гражданскую войну, и обсудим некоторые события 20-х годов. Спасибо за внимание. Если есть какие-то вопросы, готов на них ответить. Давайте тогда продолжим разговор. Действительно, кризисная ситуация образуется достаточно для правительства. Вы видите, каждый месяц какие-то проблемы возникают. Май, апрельский кризис, июньский кризис, июльский кризис. И, наконец, август. Август – это августовский кризис, Корниловский мятеж. 12-15 августа собирается государственное московское совещание. На него приезжает большое количество военных. В нем участвуют кадеты, многие другие деятели. Что происходит? Во время этого совещания выдвигается идея, что необходимо в общем-то разобраться с левыми силами. Что необходимо взять, чтобы появилась какая-то твердая власть, которая бы решила все революционные проблемы, которая разобралась бы с ситуацией в стране, которая бы решила те сложности, которые есть, социальные. А хочу заметить, временное правительство по-прежнему не решило ни одного вопроса. Ни национального, ни рабочего, ни аграрного. Говорят об этом много. Решений никаких, по сути, нет. Более того, например, что может быть проще? В это время идет большое количество самозахватов земель крестьянами. Правительство запрещает вот эти вот самозахваты у дворян. Естественно, оно этим не привлекает крестьян на свою сторону. Это даже при Керенском продолжается, который вообще-то СССР, который на крестьян как бы как председатель СССР опирается. Наконец, да, Конституцию правительство тоже так и не придумало. Более того, заседания по Конституции начнутся уже в сентябре-октябре 2017 года, пройдет два совещания по вопросам Конституционной комиссии под председательством такого очень крупного, очень интересного юриста Гессена. Так вот, во время московского совещания возникает идея передачи власти в правом. Во время июньского кризиса, во время наступления на фронте лучше всех себя проявил Лавр Георгиевич Корнилов. Он в это время становится главнокомандующим. Он сменил Брусилова на посту главнокомандующим. Вот, Лавр Георгиевич, он очень жесткий был командующий, ничего не скажешь. Он ввел систему расстрелов за дезертирство. Но извините, а как во время войны, во время усталости армии, когда она немножко прекращает даже свое существование, постепенно, прямо скажем. Потому что те воспоминания, которые есть о Первой мировой уже в районе 16-го, 17-го года, просто не понимаешь, как мы воевали иногда. Когда полк мог заблудиться элементарно, и просто его потеряли. Где его потеряли, вообще непонятно. Куда ушли люди, зачем и почему. И это не один человек, не два человека. Это полк ушел куда-то. Потом его где-то в лесу нашли, через несколько дней. Как это возможно? Ну вот, при Лавре Георгиевиче такого быть не могло. У него все было очень четко, все в порядке. И идут с ним переговоры. Переговоры с ним ведет и Керенский, и обсуждается вопрос установления этой военной диктатуры, кто будет главным. Причем проекты выдвигались самые разные. Была идея создания некоего совета из разных сил, в том числе, например, СР Савенков, террористы, Лавр Георгиевич и некоторые другие деятели. И вопрос о том, чтобы председателем и диктатором оказался бы сам Керенский. Действовали через такого посредника Владимир Львов. Личность не очень понятная и явно склонная к провокациям и интриганству, который тоже хотел для себя много выгод получить на этом. Но в результате, что происходит? 25 августа Керенский, Корнилов отдает приказ генералу Крымову начать наступление на Петроград. Наступление, одна из основных сил это Кавказская туземная конная дивизия или дикая дивизия, как ее называли. Вот Крымов двинул войска на Петроград, Керенский объявил в этот момент Корнилова вне закона, снял его с поста главнокомандующего и приказал приехать в Петроград и сдаться. На что Корнилов тоже объявил Керенского вне закона. Все договоренности, если они и были, о чем, ну в общем, то есть то, что какие-то переговоры вели, знаем, подробностей никаких не знаем. Все эти переговоры пошли прахом. Начинается наступление на Петроград Крымова, а срочно порядки ищут вариант, как вообще защитить город. И вот в этот момент, казалось бы, разгромленная партия большевиков предпринимает крайне активные действия. Они оказываются наиболее эффективными в этих условиях. Так, они засылают своих агитаторов, они организовывают работу людей при возведении баррикад, подходят на Петроград многие-многие-многие другие вещи. Так что войска Крымова фактически постепенно разлагаются при приближении к Петрограду благодаря разосланным агитаторам. Понятно, что другие социалистические партии тоже действуют в этом же русле, но у них это получается хуже. Может быть, у большевиков это так хорошо получалось с силой очень жесткой внутрипартийной организации. К концу августа их численность станет примерно 200 тысяч человек в партии будет состоять. Гораздо меньше, чем эсеров или меньшевиков, к слову. Но важно то, что войска отказываются идти дальше. Генерал Крымов застрелился. И выступление закончилось в конце августа. Все. Таким образом, выступление Корнилов проиграл, он будет арестован и отправлен вместе со своими соратниками, в том числе, например, Александром Ивановичем Деникиным, еще рядом других людей, в ставку в Быхове. В ставку в Быхове будет там находиться в заключении. Но это еще не последний раз, когда мы о нем говорим. Вот о дальнейших событиях я не стал делать отдельного слайда, надо их просто запомнить. 1 сентября Россия провозглашается республикой. 1 сентября. Только 1 сентября. В марте Николай II отрекся, но только сейчас мы дошли до этого шага. Второй момент. С 1 сентября начинает действовать директория. Начинает действовать директория. Кризис власти. Кризис власти. И поэтому было принято созвать вместо нового временного правительства директорию, в которую входило 5 человек. 5 человек. Это Керенский, Никитин, Терещенко, Верховский, Вердеревский. 24 сентября будет организовано новое временное правительство. Новое временное правительство. Опять же под председательством Керенского. Здесь интересно сказать, что про членов временного правительства осенью 1917 года говорили о том, что брики на них висели как на покойниках. Что, ну, по большому счету, недалеко от истины. Кроме того, для того, чтобы как-то наладить работу и организовать власть, был создан еще ряд органов. С 14 по 22 сентября работает демократическое совещание в Петрограде. И главный вопрос, это вопрос о власти, вот как раз они и должны были сформировать правительство. Причем речь идет, в том числе принята резолюция о однородном социалистическом правительстве. Очень долго обсуждался вопрос, пускать, например, буржуазные партии или нет. Кадеты себя полностью дискредитировали тем, что поддержали Корнилова. А в этот момент популярность большевиков достигла такого уровня, что, например, вместо Чхеидзе председателем Совета рабочих и солдатских депутатов стал не кто-нибудь, а представитель партии большевиков Лев Давыдович Троцкий. Когда я говорю один из членов партии большевиков, немножко странно звучит, почему? В августе 1917 года на заседании, на одном из заседаний, заочно Троцкий вошел в состав партии большевиков. До этого он был между меньшевиками и большевиками. И вот только в августе 1917 года он смог с Лениным преодолеть свои противоречия. У них были очень плохие отношения на протяжении более десяти лет, они как только друг друга в работах различных и кулуарах не называли. То, что они смогли найти общий язык, то, что Троцкий смог примирить свою гордость, свое высокомерие и согласиться быть вторым, хотя бы вторым после Ленина, но только после Ленина, это делает ему в каком-то смысле честь. Вот в августе он стал членом партии большевиков, ушел с группами меньшевиков, интернационалистов, и становится председателем Совета рабочих солдатских депутатов. Кроме того, кроме того, кроме демсовещания, которое смогло решить свою работу, в октябре также начинает свою работу предпарламент, Временный Совет Российской Республики. Большевики приняли в этом совете, в этом предпарламенте очень активное участие. 7 октября Троцкий выступил, сделал заявление и вместе со всей большевистской фракцией покинули зал заседания. В октябре 2017 года Ленин возвращается из Финляндии в Петроград. 10 октября на конспиративной квартире проходит заседание ЦК РСД РПБ, на котором принимается 16 человек было, принимается решение о вооруженном захвате власти. Против выступили двое, Каменев и Зиновьев. С Зиновьевым Ленин как раз и проводил время, скрывался в разливе, они работали косцами, делали вид, что работают косцами, и там до сих пор музей, это Сестрорецк недалеко от Петрограда, а там до сих пор шалаш Ленина. И музей, посвященный этим событиям, сохранился. Вот Каменев и Зиновьев против говорят, что необходимо дождаться учредительного собрания, на которых очень хорошие шансы победить. А если начинать боевые идеи, сейчас захватывать власть, то можно и проиграть очень сильно и потерять ту популярность, которая была. Петроградский совет становится большевистским, Троцкий уже, я уже говорил, и создается при Петроградском совете военно-революционный комитет, ВРК. Кроме того, при ВРК создается военно-революционный центр, в который входят Сталин, Дзержинский, Бубнов, Свердлов, Урицкий. На втором заседании, расширенном заседании ЦК РСД РПБ, подтверждается 16 октября резолюция о вооруженном захвате власти. Большевики готовятся к захвату власти планомерно, конспиративно, продуманно. Они уже отрепетировали неудачно в июле этот процесс. Власть валяется. Временное правительство не решает те задачи, которые стоят перед ним. Они боятся их решать. В результате мы получаем небольшую группу, которая готова захватить власть, которая привлекает моряков Кронштадта, как и прошлый раз в июле, к участию в этом процессе. И на 24-25 октября намечены основные действия. Да, Керенский и компания попробовали предпринять ряд действий. Накануне 24 октября они захватили большевистскую типографию и предприняли еще ряд шагов. На 25 октября большевистские комиссары выводят войска на улицы с самого раннего утра. Для того, чтобы взять власть, необходимо захватить в Петрограде несколько очень важных точек. Это телеграф, телефон, железнодорожные вокзалы для того, чтобы перерезать связь. Для того, чтобы обеспечить контроль города, в нашем городе нужно взять еще одну маленькую вещь. Это мосты. Большевики к пяти часам утра заняли это все. Дальше делать техники. Дальше они постепенно начинают занимать административные здания, здания суда, то, сё, пятое, десятое. Все, они уже контролируют город. Город уже в их руках, потому что они заняли ключевые с точки зрения военной стратегии точки. Наконец, в 21.40 прозвучал холостивый, простой выстрел с крейсера «Аврора», вот он у вас здесь есть на экране, и начинается штурм Зимнего дворца, в котором находились министры. К слову, среди них Керенского не было. Он с утра, поняв, что происходит, уехал на машине с американскими дипломатическими номерами. При этом потом в советской историографии будет распространена легенда о том, что он бежал в женском платье. Некоторые даже говорили о том, что в наряде монашки. Нет, он абсолютно спокойно уехал просто в машине с американскими дипномерами. Уехал собирать войска для того, чтобы возвращать власть в свои руки. И начинается штурм Зимнего, он закончится в 2 часа 56 минут, временное правительство будет арестовано и припровождено в Петропавловскую крепость. Вскоре их отпустят из Петропавловской крепости, членов временного правительства, под честное слово, не выступать против большевистской власти. Большевики тоже были идеалистами в этот момент, и надо это понимать. Они искренне верили, что люди не станут выступать против них. Тем более они всех их прекрасно знали, это же все социалисты, они все вращались в одних и тех же кругах и в эмиграции, и в Петрограде, в Петербурге, Петрограде. А в 22 часа 40 минут, то есть еще пока идет штурм Зимнего, уже начинается второй Всероссийский съезд Советов. Левые партии, другие левые партии, меньшевики, эсеры в знак протеста против захвата большевиками власти, покинули зал заседания. Позже их представители будут говорить о том, что они сами сделали очень большую глупость, отдав фактически своими руками власть большевикам, что вместо того, чтобы обсуждать какие-то приемлемые условия создания однородного социалистического правительства, они выкинули себя на помойку истории. Может быть выражения были немножко мягче, но суть была именно такой в их высказывании. И наконец, и вот давайте посмотрим, 25 октября, 2-й Всероссийский съезд Советов, остаются большевики и остаются представители левых эсеров, которые пока что, пока что еще не входят в большевистское правительство. И что делают? Что делает Ленин и его окружение в первый же день заседания, 2-го Всероссийского съезда Советов? Они принимают декрет о создании Совета народных комиссаров нового правительства. Название выдумал, кстати, Троцкий, искали новое слово вместо правительства, министр, министр буржуазное слово не нравилось Ленину. Троцкий предложил, может быть, комиссар или не так, народный комиссар. Прекрасное название, ужасно пахнет революцией. Вот ужасно пахнущее название революции выбрали. И затем принимают декреты о земле и декрет о мире. В первый день, да, это популизм. Безусловно. Да, это люди, которые не обладают опытом управления чем бы то ни было, кроме как борьбы с властью. Других опытов у них нет. Но они понимают и действуют абсолютно правильно популистскими методами. То, на что временное правительство потратило время с февраля по октябрь и так этого и не сделало. Не сделало ни одного популярного шага. Пусть бы это были просто слова. Но эти слова можно было сказать. В рамках декрета о земле допускались любые формы собственности. Тогда еще большевики не говорили о главенстве колхозов и совхозов. То есть эта форма собственности тоже появляется, но есть и частная собственность, есть и право обрабатывать землю. Кто хочет, тот имеет право обрабатывать. Очень популярный, очень популистский, полностью, кстати, украденный с точки зрения идей у эсеров. Текст. Полностью их программу взят. А эсер во главе временного правительства этого не сделал. Большевики это сделали. И декрет о мире, обращение ко всем воюющим державам с предложением прекратить боевые действия, объявить мир без аннексии и контрибус. И, наконец, создание тоже абсолютный популизм. Никто не прекратит боевые действия по умановению волшебной палочки. Но сделано? Сделано. И, наконец, создание Совета народных комиссаров. Председателем является Владимир Ильич Ульянов-Ленин. Министр, ой, извиняюсь, извиняюсь, пока что еще немножко в семнадцатом году, еще чуть пораньше. Народный комиссар по иностранным делам в тот момент Лев Давыдович Троцкий. Нарком внутренних дел Алексей Иванович Рыков. Нарком просвещения Луначарский. Нарком по делам национальности Иосиф Виссарионович Сталин. Вместо одного военного министра была введена коалиция Трои, очень легко запомнить, Дебенко, Крыленко и Антона Фовсиенко. Ну и ряд других деятелей, естественно, там и Нарком финансов, Нарком труда, Нарком земледелия Милютин, например, Нарком труда Шляпников, Скворцов Степанов, это финансовая часть. Вот первый состав. Надо сказать, что тридцатые годы мало кто из них переживет. Сразу запекай вперед, отмечу этот факт. И далеко не все умрут своей смертью тоже. Вот власть захватили. Власть на самом деле, захватить то одно дело, удержать другое, это очень большая проблема, которая встает перед большевиками. В Петрограде полный разброд и шатание. Учтите, конечно же, власть захватывали люди, которые далеко не всегда были трезвые. И не только трезвые, но и не находились под другими веществами. А власть захватывали матросы военные, которые разграбили все винные лавки, все винные запасы. В городе тут же появляется комитет спасения революции под руководством ГОЦа на конспиративной квартире СР ГОЦ. К Петрограду движутся войска под командованием Петра Николаевича Краснова, на которого Керенский чуть ли не случайно наткнулся под Псковом. Причем 28-29 октября они даже доходили до Гатчины Царского села. Дальше они не продвинулись. Внутри ВИКЖЕЛЬ – это профсоюз железнодорожников. Всероссийский исполнительный комитет профсоюза железнодорожников. Говорит о необходимости создания однородного социалистического правительства, иначе никого на поезде никуда не пустят. И никто не будет работать на железной дороге. При этом их условие такое, 50% это другие социалистические партии, Ленин и Троцкий обязательно вне правительства. По понятным причинам. Революцию реально, если идейный вдохновитель Ленин, то реально руками делал революцию Троцкий. Это человек выдающихся организаторских способностей, вне зависимости от отношения к нему, который организовал весь процесс сбора людей, организации, направления. Они перед началом Второго Всероссийского съезда Советов просто отдыхали в какой-то коморке с Лениным, лежали на подушках, которые им принесли туда. С Лениным и такой вот молчаливый отдых после свершившегося дела. Потом позвонили, сказали, что там какой-то вопрос появился Троцкий, собрался бежать его решать. На что Ленин сказал, не бегите, я распоряжусь. Давайте еще немножко отдохнем. После чего, ну тут позвонили, начался Второй Всероссийский съезд Совета. Поэтому Троцкий, конечно, вне абсолютно должен был быть. И, наконец, вопрос захвата власти в других городах, потому что Петроградом дело не должно ограничиваться. То есть куча различных анархистских, левых, правых, либеральных кружков, которые выступают. Телеграфистки, которые встают и уходят, отказываясь работать с большевиками. Ключи, которые им не выдают, когда они приходят в Госбанк для того, чтобы получить доступ к финансам. Уничтожение документов. То есть они столкнулись с абсолютной анархией, которую необходимо было как-то решать. Ну, раз захватили власть таким способом, ну вот теперь столкнулись с кучей других сложностей. Ничего, смогли преодолеть. Не странно покажется иногда. Так вот, войска Красного и Керенского движутся на Петроград. К концу октября удалось их тоже разагитировать войска. Стандартный метод, которым пользовались большевики. Это агитация, баррикады удалось остановить. Переговоры с Викжелем. Некоторые были склонны даже пойти на уступки. В частности, Каменев, Зиновьев, Луначарский и ряд других. Когда из Москвы, где прошел процесс захвата власти, прибыл Ленин, он обвинил всех в Викжеляниях и прекратил все эти переговоры. Но надо сказать, что этим удалось хорошо затормозить ситуацию, потому что удалось наладить работу железной дороги и, во-вторых, за это время удалось захватить власть в Москве. Наконец, очень кровавый, тяжелый процесс такой вот захвата власти в Москве происходит. Захвата власти в других городах. 8 ноября Духонин был смещен с поста в главнокомандующего, заменен на Крыленко. При этом для Духонина это оказался последний день жизни, потому что он отпустил, дал возможность Корнилову и его соратникам бежать из заключения в Быхове. И из-за этого солдатиками был поднят на штыки. Крыленко, кстати, расстроился. Они с Духонином были знакомы и находились в неплохих отношениях. Так получилось, к сожалению. Революция требует таких жертв. Антон Фавсенко, который, например, на третьи сутки после революции, абсолютно не спавший ни минуты, выходил к рабочим, к солдатам, которые что-то требовали, объяснял им, говорил, выступал и чуть ли потом уходил с трибуны, пошатываясь абсолютно. Но при этом вот как-то машину они раскручивали, вот этот вот маховик новой власти и искали варианты. Например, на начальном этапе они даже не думали, что им потребуется какой-нибудь репрессивный орган в духе охранки. Только в декабре будет создана Всероссийская чрезвычайная комиссия под председательством Феликса Эдмундовича Дзержинского по борьбе с контрреволюцией, бандитизмом и преступлениями по должности. А до этого большевики страдали иллюзиями, что скоро буржуазия поймет, как их мало и как рабочих много, и примет свою позицию проигравшую. Нет, этого не произошло в реальности. Большевики сохраняют некоторые моменты, которые были до этого. В частности, например, они собираются созывать учредительное собрание. Кроме того, да, забыл отметить, на юге, например, против большевиков начинает свое наступление Каледин. И войска атамана Каледина, которые выступают против того, что на ряде территорий, которые контролируются казаками, вдруг они становятся красными, эти регионы. И там захватывают власть местные военно-революционные комитеты большевистские. Потому что вот эта большевистская деятельность распространяется постепенно на другие города осенью 1917 года. Везде есть свои ВРК, везде советы уже большевистские, и в той или иной степени, но получается на европейской территории России приходить большевикам к власти. Так вот, Каледин с казаками выступают против этого, выгоняют большевиков со своей территории. Но вот здесь вот болезнь, такая местечковость казаков проявляется. Они говорят, мы выгнали их со своей территории, мы дальше не пойдем. Каледин не выдержал вот этих вот противоречий, потому что он-то понимал, что необходимо двигаться дальше, иначе в итоге и казакам не поздоровится. Тем более, что у них внутри тоже есть разные венья. Есть бедное казачество, которое недовольно своим положением, и которое галутвенное такое вот, которое вынуждено, соответственно, зачастую, и которое тоже склонно к сотрудничеству с большевиками. Каледин, не выдержав вот этих вот противоречий, в конечном счете вынужден был застрелиться. Дутов на Урале начинает выступление против большевистской власти. Большевики в ноябре месяце готовят выборы в учредительное собрание, переносят начало заседания учредительного собрания. 12 ноября должны были состояться выборы, в итоге они состоятся 28 ноября 1917 года, и победу на этих выборах одержат СССР. Что неудивительно, самая массовая партия, самая популярная в стране крестьян все еще в Российской империи, в Российской республике было больше, чем кого бы то ни было. Вполне логично. И, соответственно, большевики занимают второе место примерно 25%. Конечно, результат, который их ни в коей мере не мог устроить. Как будут развиваться события дальше, мы тогда с вами уже в следующий раз и поговорим. К учредительному собранию подобрались, и фактически мы с вами подобрались к гражданской войне. Выступление Каледина и Дутова – это пролог гражданской войны. Разгром учредительного собрания, разгон учредительного собрания, о котором мы будем говорить, – это начало гражданской войны. С этого в следующий раз и начнем. Если есть вопросы, готов на них ответить. А так спасибо большое за внимание. До свидания.